Здравствуйте, друзья! Приветствую всех на канале Airzone Game. И мы продолжаем с вами обзорную экскурсию по проекту Prime Life, который находится в стадии разработки и скоро планирует открываться. В прошлой серии мы уже посмотрели на ряд нововведений, которые ввели разработчики данного проекта, посмотрели, как можно начать развитие на этом сервере, в общем-то, и я предлагаю продолжить в том же духе, наверное, но только тут мы начнем с архитектуры этого проекта, которую я не затронул в нужной степени в первой части. Ну, а если кто-то не посмотрел первую серию, то вот по этой ссылочке можно будет ее посмотреть. А возвращаясь к архитектуре, то надо сказать, что разработчики данного проекта подошли каким-то интересным способом к дизайну карты. Они разделили города по цветовым категориям. Так, например, Кавала носит белые цвета, и все дома в белых цветах с разными окантовками, коричневыми или синими. Если посмотреть, например, на город Атиру, то он выполнен весь в голубых цветах. Вот прямо весь город изменен, изменены все строения, и они поставлены именно в голубом цвете. Ну, а если перенестись в Пиргас, то он выполнен в желтых домах. Подобное решение я уже встречал, но оно было более локально, касаемо всего одного города. Здесь же география расширилась, и достаточно глобально расширилась. Авторы решили изменить в таком же стиле всю карту. И мы видим, что города теперь разделены по цветам. Насколько это верное решение, не знаю, но как минимум, если брать архитектуру и дизайн за лицо проекта, то у этого проекта лицо свежее. Ну, а все остальное, это уже, наверное, дело вкуса каждого. Кому-то может понравиться, кому-то нет. И, как я уже сказал, как минимум, это свежо. Ну, это вот все, что касаемо дизайна карты и архитектуры. А мы с вами движемся дальше, и следующий шаг, это переход на такую независимую работу в простонародье фарм. Для чего нам нужен, конечно же, грузовик. Вот таким вот образом выглядят на этом проекте автосалоны, но не все грузовые автосалоны выглядят так. К легковым мы еще коснемся. Заходим вовнутрь, взаимодействуем, и вот с чем мы здесь можем столкнуться. Вы можете заметить, что некоторые машины перекрыты крестиком. Это значит, что их нет в наличии. Еще надо добавить, что вот на данный момент у меня HUD стоял в положении нормальной. Чтобы адекватно работали все менюшки, надо переключить HUD на маленький. Тогда появятся еще дополнительные строки, в которых вы можете узнать, что автомобилей в наличии нету, или если есть, то какое количество осталось. А появляются грузовые автомобили в разных автосалонах абсолютно по-разному. В каком-то автосалоне их может быть такой-то модели 3, такой-то 4, а в каком-то этих моделей вообще может не быть. Зато может появиться какая-то уникальная дефицитная модель, за которой и придется вот таким вот образом гоняться. Сделано это для того, чтобы была какая-то уникальность в машинах. Естественно, дорогие и уникальные машины будут появляться гораздо реже. И это сделано для того, чтобы вокруг вот этой вот автомобильной тематики был некий ажиотаж. Чтобы появились перекупы, которые гонялись за этими машинами. И если они успели урвать, то либо для себя оставить, либо начать этим барыжить. То есть есть вот такое взаимодействие. Не просто этот магазин приехал и, как я в одном видео показал, человек купил себе сразу же 20 элитных автомобилей. Здесь сделано вот так вот, что если нету в автосалоне, то за этим автомобилем придется погоняться. И если кто-то нашел этот автомобиль раньше вас, то может быть вступить с ним взаимодействие какое-то в общение. И попробовать выкупить у него, если это, например, перекупщик. Ну вот такая вот интересная затея. Не знаю, как это будет реализовано вообще в реальности. То есть когда уже игроки зайдут, как это будет работать. Я это встречаю первый раз. На мой взгляд, пока это задумано интересно. Очень хочется посмотреть, как это выстрелит. Будет ли это интересно игрокам? Ну и вообще, как это будет вот эта завязка по погоне за редкими автомобилями? Действительно интересно. Ну, как говорится, время покажет. А мы двигаемся дальше. И дальше у нас фарм. То есть частное предпринимательство, работа на себя. Называйте как хотите. Что же здесь по этому сделано? А сделано здесь все совсем по-другому. Здесь нету никаких лицензий. То есть частное предпринимательство, частный вид занятости здесь не лицензируется. Но он ограничивается уровнями. Всю информацию касаемо уровней вашего развития вы можете найти в планшете. Там же есть, и как вы можете сейчас заметить, и то, что вам будет доступно с каждым новым уровнем. Все расписано. Что открывается, чем вы можете заниматься и так далее. На первом уровне вы можете заниматься рабочими занятиями и сбором плодово-овощных культур. Но тоже не всеми. Какие-то виды открыты, это надо смотреть в планшете. Со вторым уровнем вы уже можете добывать какие-то ресурсы. Опять же, это будут не какие-то глобальные ресурсы. Это что-то там уголь, может быть медь какая-то. Вот такими вот заниматься. И при открытии следующих уровней для вас будут открываться все новые и новые ресурсы. И таким образом будет происходить ваше развитие. И давайте проедем до ближайшей вот такой точки сбора плодово-овощных культур. Это будет у нас поле по сбору кукурузы. Как это выглядит, где находится, вы сейчас видите. Здесь стоят растения. Эти растения не бесконечны. Это одно из отличий. Здесь заканчиваются ресурсы. И можно это все проверить в планшете. Если тут в планшете открываем и написано, что ресурсов ноль, то, наверное, и нет смысла сюда ехать. Надо ехать на какую-то другую точку. Все это можно узнать в планшете. Следующее, что еще хотелось бы отметить, что не нужен никакой инструмент. Анимация подбора на каждых точках разная. Здесь мы лазаем на карачках. Там на другой точке будет по-другому выглядеть это все. И вот как пример, например, точка по сбору яблок. Она отличается вообще от того, что мы привыкли видеть. Никакой тяпки для сбора яблок. Как бы это глупо не звучало и не выглядело на стандартных проектах. Здесь не надо. Здесь уже стоят заготовленные мешки. И здесь подходим к этим мешкам и собираем просто яблоки. Я уже как-то раз спрашивал одного из разработчиков, почему вот эта глупость все время на проектах возникает. Мы едем собирать персики или яблоки с тяпкой. Ну и вот, пожалуйста, одно из решений. Уже готовые мешки мы просто подходим, собираем и отправляемся их продавать. В общем-то вот, то есть как я вот как-то раз уже и сказал, что все зависит от креативности и подхода разработчиков к подобным занятиям. Можно оставить все как есть, пускай тяпка, ну и тяпкой. Как это делается, я не знаю. Вот как тяпкой собирать персики, я не знаю. Но вот здесь подошли вот так. Уже готовые мешки, просто подойдите, соберите их и отвезите на продажу. По-моему, ну хорошее и грамотное решение. И вот даже несмотря на простоту исполнения данного скрипта, в общем-то, да, тут точка взаимодействия подошли, включилась анимация. Но вот эта целостность картинки остается в такой вот нужной антуражности. Действительно ведь можно подойти к мешкам, готовым мешкам, вот уже насыпанных яблок, и набрать их себе сколько надо, да. Нежели когда мы видим, что человек стоит и тяпкой долбит по земле на расстоянии 15 метров от яблони. Как это все должно, ну, в голове у человека организоваться в картинку, где я собираю яблоки? Бог его знает. Ну вот, как я уже и сказал, вот, пожалуйста, немножко поразмыслили, посидели, как это можно обыграть. И вот так это можно обыграть. Мне вот тут, например, больше нравится собирать яблоки вот так вот, чем калашматить тяпкой. Ну, наверное, это все-таки дело вкуса. Если кому-то нравится тяпкой собирать, то пожалуйста. Ну, вот то, что я увидел здесь, мне понравилось. Ну, и давайте потихонечку переходить на следующие виды занятий. Фарма. И мне приглянулась одна из точек. Вообще, надо сказать, что здесь все занятия выглядят вот так вот. Есть объект, с которым мы взаимодействуем. То есть, будь это яблочные мешки, будь это куст кукурузы, ну, или вот как на этой точке, которая мне очень понравилась. Но она мне понравилась просто визуально. Не знаю, опять, это дело вкуса. Может быть, кто-то скажет, что это слишком футуристически выглядит. Но мне вот эта точка очень понравилась. У меня не было уровня, поэтому я попросил, чтобы мне дали уровень, показать вот это вот место. Место действительно обалденное. И посмотрите, как это выглядит ночью. Ну, очень антуражно и атмосферно. Не знаю, да, можно придраться, что такого там в природе не увидишь. Ну, это проект, это, как бы, наверное, не очень реалистично, конечно. Но не знаю, мне это очень понравилось. Смотрите, как это красиво выглядит. Ну, а говоря уж о самом фарме, опять то же самое. В общем-то, есть объекты. Объекты не бесконечные. Каждый объект может закончиться. Вот то, что вы видите, это вот реальные объекты. И если сюда приехать там компанией, то можно вычистить всю эту поляну, и она в ноль закончится. И надо будет переходить на какой-то другой ресурс. Как я уже и говорил, ресурсы здесь не бесконечные. Ну, и вот, конечно же, антуражности вот этой вот поляны мне очень понравилась. Не знаю, судите сами, красиво, некрасиво, реалистично, не реалистично. Но мне вот просто эстетически очень понравилось вот это место. Ну, и переработка. Переработка ресурсов здесь сделана вообще не похожа ни на кого. Во-первых, вы здесь не увидите ни одной вот этой вот черной коробки с вентиляторами на стандартных проектах в виде переработчика. Здесь такого нет. На каждой точке, куда бы вы ни приехали, если это, например, оружейный завод, там будет стоять верстак. Если это вот такое вот предприятие, которое перерабатывает какие-то руды, это выглядит вот так, как вы видите сейчас. Это какая-то синяя конструкция. Я, честно говоря, не знаю, что это такое. Но вот такая вот хреновина, вот, которой мы взаимодействуем. И видите, вы можете перерабатывать сразу несколько ресурсов. Ну, не одновременно, можно ставить их в очередь. И они будут поочередно перерабатываться. Но выглядит это вот так. И на каждом, абсолютно на каждом объекте, где вы будете перерабатывать, будет стоять свой переработчик. Если это какой-то виноводочный завод или ликероводочный завод, не знаю, как это называется, уже не помню, то там будет стоять какая-то бочка. Здесь вот такая вот конструкция. И везде, везде абсолютно разные точки переработки. Все, забыли про вот этот стандартный черный ящик с вентиляторами. Абсолютно забыли. Его на этом проекте вообще нету. Нигде. Вот его просто нету. И это еще одно интересное решение. Которое для меня, например, оно всегда было на поверхности. Почему вы используете один и тот же объект? Ну, он же уже до тошноты надоел. И вот здесь сделали это вот так. На мой взгляд, ну, просто и гениально. Вот судите сами, в общем. Казалось бы, мелочь. А эта мелочь играет, ну, приличную роль, потому что глаза уже видят что-то новое. И хочется посмотреть, а что на другом проекте, на объекте. А что вот на том объекте. А как вот это выполнено. А если брать стандартный проект, то куда бы я ни поехал, я знаю, что я сейчас найду черный ящик с вентиляторами. А ведь понятно, что всегда что-то новое привлекает народ, привлекает из-за интересов. И вот если говорить о чем-то новом, то хотелось бы показать вам еще одно рабочее занятие. Которое будет доступно, по-моему, то ли на третьем, то ли на четвертом уровне. Извините, уж сейчас не помню. Лазить по планшету, честно говоря, не особо хочется. Но прежде чем мы туда поедем, давайте посмотрим, как выполнен магазин. И это, на мой взгляд, тоже уникальная штука, которую я, например, не видел. Это простой магазин. Ну, не то чтобы простой магазин. Это магазин премиум класса, который откроется для всех игроков. Для любого игрока. Не VIP, ничего. Для любого игрока. Но, правда, с третьим уровнем. То есть придется немножко подождать. Сначала у вас будут БУ машины, потом эконом класс и потом премиум. Так вот, посмотрите, как здесь это выполнено. Вы можете настраивать цветовую гамму. Кто знаком с армовской механикой, можете себе представить, как это можно сделать в армии. Но вот здесь сделали. Здесь можно настраивать цвета кузова автомобиля и цвета дисков автомобиля. На ваш вкус. Ну, вы сейчас видите, как это выполнено. Три ползуночка, и вы смешиваете вот эти три цвета красок. И получается в результате вот какой-то, да. Я поймал себя на том, что вот я когда зашел в этот магазин, я залип вот на это. Это как мини-игрушечка. Ты дергаешь ползунки туда-сюда, пытаешься сделать какой-то новый вид краски. Понятное дело, что это арма и ничего тут такого особенного-то не сделаешь. Но все-таки ребята сделали. Посмотрите, как это выглядит интересно. Это нововведение, я серьезно, я не видел такого нигде еще. Да, красится машина на многих проектах, но это как бы ты выбираешь цвет, нажимаешь, и если он прописан в скрипте, то он у тебя появится. А здесь сделано вот так. Не знаю, честно говоря, не хочется даже разбираться, как это ребятам удалось сделать, но сделано прикольно. Ну, машины и как это сделано, вы сейчас видите. Ну, переходим на еще одно рабочее занятие. Я хоть и в первой серии обещал, что не покажу вам его. Но вот хочется мне показать вам, как это сделано. Я обещал, что будет визуальная погрузка автомобиля. Так вот, здесь есть одно из рабочих занятий. Называется оно перевозка древесины. Заключается в том, что мы едем грузиться. Вот такая вот точка. Сюда подъезжаем. Выходим из машины. Взаимодействуем с ней через особую систему, которая на этом проекте, через Windows. И нажимаем погрузить машину. И в машине появляются бревна. Вот вы их сейчас видите. Реально появились бревна. И мы эти бревна сейчас повезем. Повезем на следующую точку, которую по этому рабочему занятию нам надо посетить. И распилить эти бревна на доски. Ну, естественно, что визуального распила нет. Но опять вот, обращаясь к тем, кто знает, как устроена армовская механика. И если кто не знает, то вы, наверное, видели на многих проектах, что погрузка происходит символически. То есть вы приезжаете, типа вы загрузились. Это все из-за того, что арма не позволяет создавать нечто вот такое вот. Чтобы были реальные физические бревна в кузове. А здесь это сделали. И это мы сейчас видим. И вот вторая точка, где мы из бревен делаем доски. И как раз вот опять-таки работа армовского движка. Что дальше уже этот объект превращается в виртуальный. И, в общем-то, ничего уже не сделаешь. Ну, только что здесь наложен такой прикольный звук циркулярной пилы. Ну, и как вы можете заметить, бревна пропали. Вот такое вот интересное занятие. Ну, и необычное, как минимум, занятие есть на этом проекте. Это вот то, что я говорил еще в прошлой серии. Что здесь есть достаточно много интересных занятий. Тут еще есть рабочие занятия. Которые, в общем-то, я, наверное, уже точно показать не смогу. Как, в общем-то, и в целом. Бегая по этому проекту, я понимаю, что мне хочется показать как можно больше. Ну, я вот чисто физически не смогу охватить, иначе этот обзор будет из 20 серий. Тут есть такие фишки, как создание группировок, да. Ну, чем удивишь. Но нет, создание группировок стоит денег. А здесь это можно сделать для новичков бесплатно. Это будет не то, чтобы организация, но, тем не менее, вы сможете соединиться воедино. И пока вы не накопите на свою организацию, бегать от такой кучки и друг друга видеть на карте. Много, много фишек. Тут и заправки. И заправки здесь не только заправки, а это еще и целая сеть магазинов. Так можно кирку, да все что угодно можно купить здесь на заправке. Как я и сказал, очень много всевозможных фишек, которых мне просто не охватить. А еще многое есть в разработке. Тут есть малярные цеха в разработке, где можно будет потом перекрашивать по-другому машину, если вам ничего-то не понравилось. Ну, огромное количество. Не знаю, что я смогу еще показать. Ну, как минимум, эта серия уже точно подходит к концу. Так что, ну, наверное, увидимся в следующей серии. Это был обзор проекта Prime Life. Ссылочка на группу ВКонтакте этого проекта будет в описании. Поэтому заходите, следите за новостями. Проект скоро откроется. Ну, а эта серия подошла к концу. Спасибо всем, кто посмотрел. И всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok